Раз, раз. Уважаемые коллеги, пресс-конференция начнется через две минуты. Юна, а тот журналист, который просился, он здесь? Продолжение следует... Добрый день, дамы и господа. Я никак не ожидал, что сегодня такое количество журналистов будет присутствовать на пресс-конференции, хотя, наверное, у каждого из вас огромное количество вопросов, на которые я в меру компетенции постараюсь ответить. Буквально вот прямо из самолета и к вам на пресс-конференцию. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Не буду вас своим долгим вступлением отнимать ваше время. Прошу. Уважаемые коллеги, я могу к вам подходить с микрофоном. Конечно. Здравствуйте. Это Чесгое из итальянской газеты «Ла Стампо». Ну, я в Москве работаю корреспондентом. Скажите, насколько вы до сих пор видели здесь ситуацию, остановка жителей? И здесь насколько сложно, что нужно их спасать как-то или все нормально? Я правильно понял. Вопрос перефразирую, да? Вы хотите спросить, имеет ли смысл спасать? Да, это не в опасности, насколько вы видели здесь. Они в опасности? Что видели? Объясняю. Речь идет о том, что 16-го числа пройдет всекрымский референдум, на котором народ Крыма примет решение входить ему в состав Российской Федерации или остаться в составе государства Украины. Это прерогатива исключительно местного населения. Это выражение их воли и чаяний. И только после того, когда будут собраны все бюллетени, будет собрано и обобщено общее мнение, будет результат. Речь идет в некотором роде, может быть, не так, как вы поставили вопрос, о спасении, а речь идет и о спасении в том числе. Потому что последние решения и последние, скажем так, решения власти, которые сейчас находятся в Киеве, последние решения в отношении статуса языка, события, которые произошли на Майдане, многих в Крыму заставили задуматься о будущем. При том, что это не секрет, что большинство жителей Крыма составляет русскоязычное население. Естественно, что люди обеспокоены будущим своим, своих детей, внуков, будущим того, как они будут учиться, на чем думать, на каком языке думать и говорить, и писать. Но, наверное, это касается не только того, не только этих вопросов. Это касается также и вопросов хозяйственных, которые были. И это, в общем-то, достаточно признанный факт. Даже со стороны крымской диаспоры, я про крымских татар говорю, и в сравнении, даже если мы будем последние 20 лет брать, и та сумма, которая гарантирована в случае вхождения Крыма в состав России, она будет перекрывать за два года ту сумму, которая была потрачена на проблемы крымских татар за 20 лет. Это лишь некоторые вопросы, которые нельзя сбросить со счетов. Нельзя сбросить также со счетов тот разгул национализма и мнения и высказывания тех людей, которые сегодня находятся в так называемой официальной власти, которая управляет Украиной из Киева сегодня. Действия по отношению выдворения всенародно выбранных губернаторов лишний раз доказывают, что всего этого можно ожидать и в Крыму. Это заставляет народ Крыма сегодня с большой беспокойностью и, я думаю, что с большим воодушевлением пойти 16 числа на референдум и выяснить, точнее, высказать свое отношение к этому вопросу. Ну, а я бы не стал предварять какими-то своими заявлениями или обещаниями или прогнозами то, каким образом 16 числа пройдет всекрымский референдум о будущем статусе Республики Крым. Еще вопросы? Эльдар Нигматорин, «Бизнес онлайн». Расскажите, пожалуйста, что конкретно Крым получит от вхождения в состав России в экономическом плане, то есть плюсы какие? Я думаю, что речь идет о том, что в случае вхождения в Крым состава Российской Федерации естественно, что как субъект Российской Федерации Крым будет вести точно такую же хозяйственную политику, как все субъекты Российской Федерации, подчиняться ее законам и точно так же претендовать на определенные преференции. И также, я думаю, что он останется на правах некой автономии со своим правительством, со своими льготами, которые, в принципе, на словах уже не раз были со стороны официальных властей высказаны. Я вам сейчас не буду говорить о цифрах, но, например, хотя бы даже та сумма, которую, вот я только что упомянул, будет потрачена России на решение вопросов в отношении крымских татар, говорит вам сама за себя. 20 лет и 2 года – это большая разница. Между Россией и Крымом существует давнее, и вообще Украина, и украинским народом, существуют давние не только добрососедские, тесные, дружественные и родственные отношения, но и наш товароборот огромен. И каждое лето огромное количество россиян приезжает в Крым, чтобы достаточно с большим комфортом отдохнуть. Причем далеко не всегда речь идет о том, что люди могут себе позволить много, они приезжают на своих автомобилях, приезжают поездами, и во всех отношениях этот отдых связан с приятными впечатлениями. Думаю, что этот вопрос и туристический поток в этом году не иссякнет, не будет меньше, чем в прошлом, и, в принципе, это никак не отразится в худшую сторону в отношении поступления в бюджет. Остальные части в отношении восполнения каких-то бюджетных потоков не раз уже в прессе и со стороны официальных лиц высказывались. Наверняка вы об этом знаете, я бы просто не хотел сегодня повторяться и лишний раз терять время с вами на обсуждение именно этого вопроса. Да, прошу. Здравствуйте, Русская Союз новостей. Николай Сергеевич, вы не подскажете, с кем вы планируете встретиться здесь и что планируете обсуждать? В основном, и мы уже заехали в одну спортивную школу по боксу, но она специализирована без США. Мое посещение будет в большей степени относительно вопросов и будущих проблем, которые наверняка возникнут в случае вхождения Крыма в Российскую Федерацию, потому что должно пройти будет какое-то определенное время на то, чтобы эти вопросы были урегулированы. В данном случае я собираю информацию, которая будет мной представлена Министерством спорта и в более объективном виде так или иначе будет решаться естественно и в нашем комитете по спорту и молодежной политике Государственной Думы, а также естественно на уровне Федерации и самого Министерства спорта Российской Федерации. Да? Уже вы кликнули еще вопрос? У меня вопрос насчет решения Госдумы. Просмотрит ли Госдума вопрос присоединения Крыма уже в ближайшее время или возможно какое-то другое решение, исходя из того, что международное сообщество не будет признавать результаты референдума? Госдума рассмотрела вопрос по, скажем так, законопроект по вопросу присоединения и механизма присоединения территорий к Российской Федерации. Это только первый шаг, который мог бы регулировать подобные отношения. В отношении признания и непризнания государств такого решения здесь можно очень много полемизировать. Я вам напомню хотя бы, ну, например, вопрос решения признания и непризнания того же Косова. Те же самые европейские комиссары, которые активно участвовали в этом процессе, сегодня почему-то отказываются этот вопрос обсуждать, наверное, потому что сегодня политическая повестка немного изменилась. Это же наблюдалось в отношении Южной Осетии, это же будет наблюдаться, я думаю, и всегда. Политика двойных стандартов сегодня раскрыла свои карты в полной мере, когда случился кризис в Украине. Это мы видим невооруженным глазом, и эта политика сегодня, можно так сказать, во всю и во всей красе со стороны западных держав Европейского Союза приветствуется, судя по всему, и эта практика будет продолжаться. Россия всегда была не согласна с этой политикой и предлагает конструктивный диалог и открытость. В первую очередь, в таких вопросах, и также в таких вопросах, как решение статуса Республики Крым. Думаю, что тут, в общем-то, вопрос состоит в том, кто признает, а кто не признает, кому это выгодно, а кому это невыгодно. Но даже в первую очередь мы должны мыслить не теми категориями в отношении Крыма, кому это выгодно, а прежде всего, нужно ли это крымскому народу. И у него будет возможность 16-го числа на референдуме свое слово сказать в полной мере. А вот потом уже будут признавать, будут не признавать. Это уже второй вопрос. Еще вопросы? Господин Валаев, агентство Рейтер. Что касается наблюдательной миссии, которая приедет на выборы со стороны России, будете ли вы принимать участие в работе вот этой делегации из России, или, может быть, вы знаете, кто будет в составе этой делегации, из депутатов российских или других лиц? В точности, пока не владею вопросом, знаю, что не менее 28 депутатов в Государственной Думе прибудут или уже прибыли в Крым. У каждого есть свое поле работы, но однозначно, что какое-то количество будет в составе, скажем так, комиссии, которая будет заниматься именно наблюдением за проведением референдума, обязательно останутся. Я говорю о людях, которые наверняка будут до 16-го и позже в Крыму. Это однозначно, точно. Я сегодня в самолете, например, точно знаю, я летел с представителями Общественной палаты Российской Федерации, они тоже сюда прилетели, огромное количество журналистов. Так что со стороны России будет очень много людей, которые так или иначе будут в этом процессе завязаны. Я точно знаю, что моя повестка до 15-го числа расписана буквально по часам. Пока неизвестно, но возможно, что так оно и будет. Еще вопросы? Ильдар Неватурин, «Бизнес онлайн». Вопросы, несколько отвлеченные от политики. Нет ли у вас желания вызвать Кличко на бой? Вы знаете, я уже вызывал его на бой в то время, когда, не знаю, как сейчас, насколько Виталий тренируется или нет. Я уже давно говорил, что всерьез с большим спортом я завязал. И подобные громкие, не знаю, полуспортивно-политические заявления я бы не стал, наверное, делать по той простой причине, что тот вид спорта, которому я дал очень много лет, подразумевает также и ответ за те высказывания, которые ты делаешь. Если бы сегодня вопрос стоял о поединке, то, наверное, я бы в первую очередь не стоял здесь, а занимался бы в спортивном зале и готовился к бою с Кличко. Для того, чтобы сопоставить две такие несопоставимые вещи, наверное, нужно у кого-то поучиться, если есть такие. Я таких не знаю. Кто бы мог сочетать политическую деятельность одновременно с тем, чтобы еще и всерьез готовиться к серьезным международным поединкам. Потому что любому делу нужно отдаваться на 100%. Сегодня моя работа в Государственной Думе. Я ни от кого этого не скрываю и не собираюсь никого водить в заблуждение. Делать громких заявлений на пустом месте точно так же не желаю. Прошу. Штефан Шухлик, Немецкое телевидение. Я здесь. За всем моим уважением. Есть у вас специальная квалификация, чтобы выступить здесь и говорить о Криме? Знаете, кроме факта, конечно, что вы являетесь членом Госдумы. Мне кажется, что вы здесь ради нас, потому что вы мировая звезда. Ради вас в том числе? Вы знаете, спасибо большое за ваше признание. Не раз, встречаясь с кем-то из Германии, говорю, что эта страна особая. Я в ней завоевал статус чемпиона мира и подтвердил его второй раз. Стал двукратным чемпионом мира. На самом деле, как мировая звезда, если вы говорите, скорее всего, сейчас моя работа так же сконцентрирована вокруг спорта. И я никогда не скрывал, что я буду работать в Государственной Думе именно в Комитете по спорту и молодежной политике. Вот сегодня, до вашей пресс-конференции и после, и завтра, и послезавтра, в основном мои встречи будут касаться исключительно вопросов как раз спорта. И тех вопросов, которые могут возникнуть в случае присоединения Крыма к Российской Федерации, они обязательно возникнут. Эти вопросы нужно улегурировать, они где-то острые, где-то, скажем так, в быстром времени, в короткий отрезок времени их не удастся решить. Но я точно знаю, что Российская Федерация не оставит без внимания те проблемы, которые в случае присоединения Крыма к России могут возникнуть. И мы все, все мои коллеги, все специалисты в своих областях присутствуем здесь для того, чтобы эти вопросы решить. Потому что нужно знать проблему изнутри, необходимо с людьми общаться. Они высказывают вот в неформальном общении как раз то, чего, может быть, вы не услышите на высоких саммитах, что для вас может остаться незамеченным или пройти под внешним лоском красивых мероприятий. Моя задача в том числе узнать эти проблемы. И две недели назад, когда мы приезжали, точно так же. Спасибо. Еще вопросы? Молодой человек. Аргумент недели Крым. Спланирована ли у вас встреча с крымским боксером Усиком? И о чем вы с ним хотите пообщаться? Была спланирована, но, наверное, может быть, она перенесется на другой день, потому что она должна состояться до нашей пресс-конференции, не состоялась. Но я думаю, это поправит. Еще вопросы? Уважаемые коллеги, если вопросов больше нет. А, вот, еще вопросы, замечательно. Господин Валуев, ну вот мы много сегодня говорим про народ Крыма, остается еще народ остальной Украины. И при том, как развиваются сейчас события, мы видим, что конфликт накаляется, и своими действиями Россия так или иначе с благими намериями, но приводит к некоему расколу внутри Украины, расколу между людьми, которые, в общем-то, являются одним народом, на каком бы языке они ни говорили. Вот не слишком ли большую ответственность берет на себя Россия, и стоит ли, возможно, все то, о чем идет речь, и все те плюсы, которые вы перечисляете и перечисляют другие российские политики, того, что страну, в общем-то, потихоньку подталкивают к грани какого-то внутреннего конфликта и вызывают какие-то прямо прямые противоречия. Мы знаем, что льется из российского телевизора, это совершенно противоположная информация, пропагандистская война идет очень страшная, и риск очень большой. Как впрочем, она идет и в отношении внутри Украины. Да, сегодня, можно сказать, идет целенаправленная информационная война. И я, кстати, вам скажу, что просматриваю не только то, что говорят и пишут в российской прессе, и то, что говорят и пишут в украинской прессе, тоже читаю. Сегодня мнения очень сильно и кардинально отличаются друг от друга. К сожалению, я вынужден признать, что, конечно же, тот острый вопрос, который возникает в случае присоединения Крыма к России, не решится сразу. И, по крайней мере, он может предотвратить бедствия среди населения Крыма в отношении тех высказываний, я опять говорю, людей националистически настроенных, которые сегодня во многом определяют и влияют на лидеров Майдана, которые пришли и сегодня заседают не только в Верховной Раде, но и которые сегодня, в общем-то, к большому счету управляют страной. Дело в том, что мне точно так же, как и любому человеку, небезразлично относящемуся к этой проблеме, очень тревожно за будущее Украины в том числе. И я очень надеюсь, что все-таки здесь будет решение абсолютно мирным и приемлемым для обеих сторон. Когда вы говорите, что Россия своими вольными или невольными действиями подталкивает Украину к расколу, нельзя забывать, что Российская Федерация и представители Российской Федерации во время, еще до тех событий, когда они начали происходить, еще до даже самой Олимпиады, не находились в то время ни в Крыму, ни в самом Киеве, ни в Донецке, еще в каких-то областях. Они не подстрекали никого к этому разгулу, скажем так, партизанщины, которые мы, в общем-то, видели потом. Они не раздавали пирожков, обещаний, они не раздавали людям на Майдане различных будущих эфемерных представлений о вхождении в Европейский Союз. Россия всегда говорила о том, что да, она бы хотела видеть Украину своим партнерам по Таможенному Союзу, и не скрывала этого, но говорила это с международных площадок, а не с площади на Крещатике. Это очень большая разница. Я как раз могу сказать, если мое личное впечатление создалось, что подстрекательство как раз началось именно тогда и со стороны ведущих дипломатов Европейского Союза, Соединенных Штатов и других стран. Вот, может быть, на кого стоит обратить сегодня внимание. И, кстати, те люди, которые подписывали с Януковичем так называемый мирный договор, который был уже к вечеру нарушен со стороны боевиков, и потом началась кровь. Вы все, зачем мне повторять хронику тех событий, которая сегодня страшна, это уже история, но страшная история Майдана и вообще того государственного переворота, который произошел в Киеве. Я так считаю и твердо в этом уверен. Самое страшное, что я абсолютно без всякого пиетета отношусь к президенту Януковичу. Это, в принципе, во многом заслуга его, что люди, которые пришли туда, решили таким образом высказать свое недовольство, но на этой волне уже давным-давно подготовленные люди, скажем так, и с оружием, и без оружия, которые готовились в лагерях. И, скорее всего, эта история должна была где-то в 15-м году во время президентских выборов полыхнуть, но полыхнула, потому что была вот благодатная почва и благодатный повод по разгону демонстрантов. Вспомните, да, это в декабре произошло. И потом события уже развивались как цепная реакция. Во всей этой ситуации просто отмотайте пленку назад и вспомните, что делала Россия, и что делали представители Евросоюза и посол США и многие-многие высокопоставленные чиновники этих стран, приезжавшие на Майдан, разгуливавшие там, я уже говорил. Пирожки – это было, наверное, самое безобидное. То, что было, скажем так, из их уст, из их рук получено революционерами. Так что говорить о подстрекательстве сегодня, наверное, немного уже поздновато. Это нельзя забывать, что Россия таким образом также защищает и соотечественников, и тех, кто говорит по-русски, но при этом нынешнее решение Кабинета министров Крыма вам говорят о чем? Что все три языка могут быть государственными, как украинский, так и татарский. Так и русский. Не в зависимости от процентного отношения населения, которое живет в Крыму. Это ли не доказательство того, что здесь, в Крыму, не собираются распределять людей по их национальному признаку? Это очень многое значит. Это обо многом говорит, добавляя к этому те условия, которые Россия предоставляет Крыму в случае присоединения. И даже не в случае присоединения, потому что уже это делается. По всей России прокатились ведь не только митинги в поддержку Крыму, а собирается материальная помощь. Люди приходят, отдают вещи, отдают деньги, открыты специальные счета. Почему это делается? Потому что мы чувствуем единство. Потому что мы чувствуем, что мы один народ. Я очень переживаю за то, что будет сейчас принято называть континентальная Украина. Все, что там будет происходить. Все, что там будет происходить. Потому что вот люди с Донецкой, сейчас мы на улице общались, они точно так же говорят. Да, нас выгнали с областного совета. Мы там были. До этого областной совет занимали боевики. События в Харькове вы знаете. События в Луганске вы знаете. Делайте выводы. Все, это был последний вопрос. Уважаемые коллеги, на этом наша пресс-конференция закончена. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.